В Российской империи, как вы знаете, женщина была никто звать никак. Вот этот переход называется «Тёплая труба». Именно сюда приходил с докладом Фёдор Михайлович Достоевский. Именно здесь он запнулся, и Михаил Павлович сказал, пришлют же таких дураков. Господи, какая безумная красивая картина. Интересно, будут они тереть нос этому городовому? Какой городовой? Это же Астабендер, ебаня. Вспомните, пожалуйста, где вы это видели. Где вы видели этот жест? Какое чудо чудное, какое диво дивное. Вот смотрите, конка едет по Невскому проспекту и экипаж. А вот если мы посмотрим туда, вы посмотрите, как преобразится дом. Вот тот вот, там сейчас Абрикосов, а вот здесь видно новое время, Суворин, Шолохов, Жокей-клуб. Дело в том, что это приложение называется Red Guide. Вот оно, вот видите, это я. Вот если, соответственно, выйти, здесь есть дома. Вот, видите, дома есть на Невском проспекте. И вы можете так ходить, соответственно, да. И помимо прочего, здесь есть, например, историческая справка. Тут есть видео и аудио, и даже текст. То есть, соответственно, вы можете ходить совершенно спокойно, гулять с этим приложением и смотреть в 3D дополненной реальности, как эти дома выглядели раньше. Пока точек не очень много, их чуть больше 10, но тем не менее, как бы это прекрасный, я считаю, суплемент, дополнение к путеводителю Невский с Персом, который некогда у меня вышел. Ну, а мы с вами направляемся вот туда. Сейчас мы отдадим. Я загробастал телефон чужой. Направимся вот туда. Дело в том, что этот выпуск... Вот иногда совпадают такие прекрасные желания и возможности, да. То строительная компания закажет тебе видеоролики про блокаду. Ну, это же самое прекрасное, что можно сделать. Моя тема. И мы сегодня от темы блокады коснемся. То мне здесь написал человек, говорит, а можно вот поподробнее как-то вокруг католической церкви погулять? Я сказал, да, ради бога, как бы, есть, в принципе, определенный прайс. Ну, и, в общем-то, вот туда я внизу помещу ссылку на замечательные отели, которые находятся по адресу 32-34 Невский проспект. Благодаря им мы сегодня и гуляем. Точно так же мы гуляем благодаря вот этой вот черепной коробке. И мужчине с синими волосами, его зовут Даниил, собственно, да. Вот здесь у нас такой конгломерат. Когда мне пишут, знаете, заказывают индивидуальные экскурсии, иногда, редко, правда, но иногда спрашивают, а что так дорого? Я говорю, ну вот, пожалуйста. Во, абсолютно, абсолютно недорого, абсолютно даже дешево. Приезжайте, гуляйте и так далее. Поскольку идет дождь, то у нас будут сегодня склейки. Мужчина с синими волосами будет протирать объектив. У нас сегодня, как обычно, ну, не как обычно, я часто так делаю, у нас сегодня будет закольцованный маршрут. Мы, собственно, примерно здесь же его и закончим. Почему мы сюда вышли? Потому что раньше здесь, на этом месте, я вот вам сейчас покажу несколько фотографий. Вот одна стояла часовня, построена по проекту архитектора Горностаева, того самого, который возвел замечательный собор в Хельсинки, русский православный. И вот еще одна фотография. И это часовня располагалась рядом с гостинным двором. Соответственно, в гостинном дворе у нас купцы. У купцов очень много денежков. И часовня процветала. И сюда очень любил ходить шеф жандармов Мезенцев или Мезенцов. По-разному его фамилия произносится. И 4 августа 1878 года, мы идем в Першиземный переход, он был торжественно убит. Где я вам сейчас покажу. А вот это вот портик русского, который, бедный, несчастный, двигался туда-сюда несколько раз. Он стоял, на самом деле, чуть ближе к Ерскому проспекту. Потом, когда прокладывали метро, его снесли. Потом восстановили. Это уникальный случай, когда у нас действительно отдельно стоящий портик. Там у нас дальше перинные ряды. Это гостиный двор. В общем, я не буду сейчас об этом всем рассказывать, потому что это все у меня подробно описано противодителем. У нас задача сейчас другая. Вот этот переход называется «Теплая труба». В годы моей молодости здесь, в холодной трубе, и место еще называлось Казань, Казанский собор, собиралась неформальная молодежь, кое я имел собственное отношение. И мы здесь играли песни в основном гражданской обороны. Мне было тогда 17 лет, мне дали электрическую гитару. У нее колки, ой, не колки, господи. Видите, какой гитарист прекрасный. Лады выступали на 2-3 миллиметра. То есть вот так вот там было не сделать. Но это все равно был успех. Миша играл на басу, Миша был у меня намного старше, это была его гитара. И иногда просто в хэту ударной нам помогали товарищи различные исполнять эти незабвенные произведения. Теплая труба называется, потому что здесь идет воздух из станции метрополитена Невский проспект. Холодная труба, которая от станции метро, гостиный двор, там она не обогревается. Сейчас здесь никто ничего не играет. Сейчас здесь происходит массово организованная торговля. Вот здесь мы сделаем потом обязательную экскурсию, потому что помимо фасада здесь есть прекрасные проходные дворы, на самом деле, за вот этими зданиями. И там сохранились голдарейки. А мы подходим с вами к месту, где у нас типа официальное начало нашего тура. Это католический собор. Дело в том, что если мы пойдем дальше, там будет Петрикирхи. Если мы пойдем туда, то там будет у нас армянская церковь, сделанная по проекту Фельтона на деньги Лазарева, он же Лазарян. Значит, церковь построена по проекту Валенда Ламота. Валенда Ламот помогал строить гостиный двор архитекту Кокоренову. А еще, если быть более точным, это архитектор Кокоренов помогал строить гостиный двор Валенда Ламота, потому что купцы попросили выдать им в помощь кого-то, ибо Валенда Ламот русского диалекта не разумеет. То есть по дефинициям господина Задорнова, вечная ему светлая память, он был тупой, русского языка не понимал. Валенда Ламот ее строил. И это католический центр нашего города, он характерен несколькими вещами. Ну, во-первых, я описывал своему путеводителю то, что здесь до сих пор обретаются останки французского замечательного полководца Моро. Это был прямой конкурент Наполеона, и Наполеон потом говорил, что нас было двое, а нужен был только один. Моро сбежал в Америку, и даже ему там предлагали возглавить местную армию. Но он вернулся в 2012 году, когда стало понятно, что французская армия терпит поражение, и Франции наступает, в общем-то, женский половой орган. И фактически он был предателем, по мнению французов. И они не так уж не правы, потому что он встал на сторону Александра I, и в битве под Дрезденом по нему пальнули из пушки, и, умирая, он сказал, что это Шельман Наполеон, своей жене он послал письмо, это Шельман Наполеон, и здесь меня обскакал. Но нас интересует еще один персонаж, о котором я не упоминал подробно, который был здесь захоронен. Это с Невской башни. Вот там вот у нас, видите, пол первого сейчас у нас время. Здание городской думы, архитектор, фамилию которого вы запомните просто в лед, его фамилия Феррари. Здесь было похоронено два замечательных поляка. И вот про одного из них я, собственно, и хочу вам рассказать. Дело в том, что в Польше существовала система, которая ее в итоге и погубила. То есть там с 1572 года была демократия. Только демократия, как бы мы сейчас сказали, олигархически-клирикальная. Потому что был Сейм, куда могли избираться только представители, соответственно, дворянства. Какие люди закрываются? Ну, мы сейчас отойдем буквально на пять минут. Тут она одна единственная, нам сказать, что мы картину закрываем. Очень красивую картину, безумно красивую. Но ничего страшного. Пять минут, я думаю, он пойдет, господи, какая безумно красивая картина. Извините за автоп. Я работал в одной редакции, и там висели такие вот картины. Я все думал, кто их покупает? Ну, кто вот это? Знаете, то, что обычно на обложках тортов располагают, или там на стенах каких-нибудь отелей провинциальных «Две звезды плюс». Вот я увидел того человека, кто это все вешал с этими ядерными абсолютно цветами. Но это не в этом. Значит, так вот. Существовала такая система, да? И у дворян было право рокоши. Рокоши — это восстание. Восстание против короля король избирался, если они в чем-то не согласны. И все решения должны приниматься были единогласно. Если только один человек, один-единственный человек был против, все. Решение сейма отменяется. Более того, у них было право формировать конфедерации, ну, по-нашему говоря, там, изнаотряды, для того, чтобы тренироваться в деле как раз противостояния королю. Как вы понимаете, это крайне прогрессивная система. И когда Речь Посполитая в данном случае, да, мы говорим о ней, окружена очень дружелюбными государствами, Пруссия, Австрия и Россия, то понятное дело, что в случае, если нужно принимать моментальные жесткие решения, это может быть только в минус. И в итоге был избран на престол Речи Посполитой человек, который был в России, его сюда заслали, чтобы создать интригу, расположить Россию против короля Августа Третьего. Он был любовником Екатерины Второй, будущей, а тогда она была великой княгиней, потому что он был образован, знал несколько языков, он был во Францию. Польша с Францией вообще как бы тесные взаимоотношения. Я всегда на острове Сан-Луи показываю осиное гнездо антирусской пропаганды, потому что там была польская библиотека, и откуда исходили все эти антирусские посылы. И когда он вернулся к себе на родину, он провел большое количество реформ. Организовал там первый общедоступный театр, образовал первый польский журнал. Также им было проведено первое реформа образования. В общем, ну, прям такой, знаете, Петр Первый – это тюрк только возвышенный и нежный. И чем это все закончилось? Сейчас мы уже уходим отсюда, буквально две секунды, занимаем просто чужое пространство. А закончилось это тем, что был раздел Польши, несколько раз, три раздела Польши, и ему пришлось бежать обратно в Россию. И вот здесь он, соответственно, обрел свое последнее место, если можно так выразиться, пока потом его останки не были перенесены обратно на родину. А вот если мы посмотрим вот сюда, ну да, больше выйдем, а то там люди будут крайне переживать. Вот на это здание. То я вам сейчас покажу одну фотографию. И там вы увидите название «Женская аптека». Первая женская аптека. Дело в том, что в Российской империи, как вы знаете, женщина была никто звать никак. А пойдем, встанешь вот туда под навесик. Никто звать никак. И фармацевты были исключительно мужские, мужчины. И поскольку женское образование только-только зарождалось, особенно высшее, то появление аптеки, где за прилавком стояла женщина, это было нечто. И поскольку во всех остальных местах Петербурга ей отказывали в аренде помещения, то, скорее всего, собственно, коллеги по вероисповеданию ей предоставили это место. И действительно, там были одни женщины за прилавками, хотя был один мужчина, на всякий случай. И сюда могли, наконец, представители слабого пола прийти и, не опасаясь, ну, как бы, конфуза, как тогда говорили, заказать себе определенные какие-то вещи, помогающие им поправить здоровье. В 2018 году эту аптеку реквизировали, естественно, национализировали. Владелец ее уехала в Польшу и, собственно, там окончила дни, причем это был вот narrow escape, как говорят у нас в Тульманном Альбионе, она еле-еле спаслась от ареста. Я вам хочу показать совершенно потрясающие, вот видите, люди фотографируют. Ручки. Мы можем даже войти внутрь, но туда, поскольку вход только в масках, да, то мы туда в масках не пойдем, это раз, во-вторых, там идет сейчас месса. Католическая церковь от русской православной отличается тем, что там более спокойно относятся к посетителям этих храмов. Я в Париже всегда захожу туда со своим маленьким велосипедиком, ставлю его при входе, никто ко мне не подскакивает, никто на меня не орет, я знаю, что я никому не мешаю. И, в общем-то, в этом есть определенная прелесть и некая такая человечность и предрасположенность вообще к тебе, как действительно тому, кто пришел в этот храм Божий, ну, не столько, может быть, даже помолиться, но хотя бы как минимум узнать его историю. Вот здесь, вообще эти два дома, они были построены при церкви, это доходные дома, от задачи квартир которых шли деньги на содержание прихода и на всевозможные благотворительные истории. И мы сейчас пройдем с вами вот этим двором и выйдем на площадь искусств, вокруг которой, собственно, мы и будем гулять, потому что не все туристы знают про этот проход, хотя он достаточно явный, если честно, ничего такого топ-секретного нет. И первая точка, которая перед нами предстанет, это мемориальная доска, которая повешена не совсем корректно, она посвящена балерине Анне Павловой. Дело в том, что там была квартира не Анны Павловой, там была квартира ее импресарио, покровителя, любовника, мужа Виктора Дамбре. Или уж, если быть, наверное, точным, Виктора. Хотя он был барон, хотя он был российский подданный, но, тем не менее, французского происхождения. Анна Павлова, чтобы вы сразу понимали, именно для нее Михаил Фокин поставил танец «Умирающий лебедь», и это стало визитной карточкой русского молета, точно так же, как визитной карточкой русского молета, стала афиша кисти Серова, если, точнее говоря, конечно, не кисти, потому что она была не масляными красками написана, где она в руле сельфиды летит прямо в воздухе. Анна Павлова славилась тем, что она, когда прыгала, она прямо замирала. Она замирала, зависала без всяких там спецэффектов. И никто не мог понять, как у нее это происходит. Я вам покажу сейчас эту афишу. Вот так вот она выглядит. Этими афишами был заклеен весь Париж. Но дело в том, что для того, чтобы попасть на эту афишу, Анне Павловой, естественно, пришлось пройти определенный путь. Сейчас мы обернемся здесь тоже. Я вам хочу показать еще пока сохранившуюся советскую лифтовую шахту. Их меняют сейчас на новые такие белые. Белые-белые. Чем они характерны, эти шахты? Тем, что в них сохранились деревянные штапики. Видите? Деревянные окантовки. Их инсталлировали в 60-х, 70-х годах. И вот там голуби приютились. Дело в том, что в то время у балерин, как вы можете догадаться, был весьма простой, проторенный путь. Самое выгодное это было найти себе, ну, грубо говоря, папика тогда покровителя. Анна Павлова, она была незаконно рожденной дочерью, совсем из простых. Там есть несколько версий, от кого она родилась, даже от Лазаря Полякова некоторые говорили. Ну, в общем, выправил он ей документы, чтобы она смогла поступить в императорскую балетную школу. В этой школе ее прозвали Шваброй за ее телосложение. И, в общем-то, ей мало что светило, особенно учитывая то, что тогда всем заправляла ведьма русского балета, генералиссимус русского балета, по-разному ее называли, Матильда Феликсовна Кшесинская. Собственно, вот ради вот этой мемориальной доски мы сюда вышли. И если вы внимательно посмотрите на этот брельеф и на афишу, которая была нарисована Серовым, то, так сказать, найдите 20 отличий. С нее, собственно, это и делалось. Пойдем под навесик вот туда встанем. И Анна Павлова пришлась почему-то вот как-то Кшесинской по душе. Та ее приглашала к себе на дачу, одаривала такими подарками, даже порой не очень скромными, и говорила, что это малая талика из того, что ты можешь иметь, если найдешь себе нормального покровителя. И в итоге сформировалась, вставая под навес, вот сюда, в итоге сформировалась некая интрига. Дело в том, что балет, я это уже миллион раз говорил, это был, ну, своеобразный стриптиз с того времени, поскольку на женские ноги можно было посмотреть только там. И был такой безобразов у нас, если Кшесинская была генералистом балета, то он был, наверное, генералом, да, то есть человек, который имел влияние на принятие решений о том, кто где будет танцевать, он решил Кшесинскую подвинуть. Для этого ему нужен был какой-то противовес. И он выбрал Павлову. Она была ничем не примечательна, и, собственно, я думаю, это примерно такой же, мотивация такая же, как и когда выбирали, собственно, царя Михаила, да, он всех устраивал, все партии, ну, потому что ничем на тот момент особо примечательен не было. Он выбрал Павлову и хотел с помощью любовника на нее влиять. Кшесинскую подвинули, Павлова получила прекрасные роли, которые она бы без протекции не получила, и вот тут за ней начал ухлестывать как раз Виктор Дамбре. Он ей начал посылать цветы. Один раз она нашла в букете с цветами жемчужину дорогую, и после спектакля он привез ее как раз вот сюда, в этот дом на итальянской шести. Это была его квартира. Ну и, в общем-то, иметь роман с балериной в то время было норм. Не норм было на ней жениться. И Павлова, понимая, что ей ничего не светит, у нее и так была детская травма из-за того, что у нее отца не было практически. Она испытывала не очень приятные чувства. Ей предстояла поездка в США, и она сама предложила ему жениться на ней. Это прямо, знаете, как Роза Люксембург в свое время. тоже сделала первый шаг навстречу своему, как она думала, будущему мужу, но он и отказал. И здесь тоже самая история. Виктор Домбрес ослался на какие-то свои дела и не поехал. А дело в том, что в США, чтобы ехать с кем-то вместе, нужно, конечно, было иметь официальный заключенный брак, но вспомните историю про Андреева и Горького, как их там выселили просто из гостиницы и рассказывал об этом в своей лекции. Павлова сочла это как оскорбление, но самое интересное, что она в итоге начала действительно блистать в Скандинавии, в Соединенных Штатах Америки, ну, в Европе в то же самое, да, благодаря Дягилеву. И у нее был роман с одним из балерунов, Морткин, по-моему, была фамилия, и у них вот прямо, знаете, страсти кипели на сцене. Они очень ревновали друг друга ко всему, и поклонники этого балеруна ревновали его, Кшесинская, говорили, что они там зальют стерной кислотой лицо, искалечат и так далее. И один раз, когда он пришел в кафе и увидел, что есть и есть там лягушачьи лапки а-ля Павлова, он заказал себе, то есть сказал, чтобы обязательно было блюдо яйца а-ля Морткин. Да, вот до того доходило. И в итоге разразился скандал в городской думе. Этого Виктора Добре обвинили в казенных растратах при строительстве Охненского моста. нужно было ему заплатить 36 тысяч рублей или долговая яма. Так вот, Анна Павлова разорвала контракт во время сезонов с Гагелем, подписала кабальный контракт с лондонским балетом для того, чтобы заработать деньги и его вызволить оттуда. и помогла ему бежать. То есть, такие все-таки она своего добилась. Они соединились вместе. И потом он был действительно импресарио. Она пахала, как лошадь. И если мы посмотрим на ее раннюю фотографию, это же ну вот прям реально сексимул той эпохи. Без пяти минут. Но она в своем завещании сделала так, чтобы он не получил ни копейки после ее смерти. Вот она все-таки им мстила за то предательство. В общем, абсолютно несчастная с одной стороны история успеха, с другой стороны история совершенно несчастной любви, ненависти между вот такой прекрасной женщиной и, ну уж не знаю, насколько прекрасным человеком. Мы сейчас вот так быстренько пройдемся в ту сторону. Я вкратце вам расскажу про некоторые объекты, чтобы не затягивать наш тур на два часа. В том угловом доме, куда мы с вами направляемся, располагалось долгое время легендарное кафе «Бродячая собака». Было еще один адрес, это приют комедиантов, это в доме Адамине на углу, соответственно, Марсового поля, ну и, по сути, набережной реки Мойки. Дело в том, что когда мы думаем про Серебряный век, для нас это явление представляется каким-то мегаглобальным. Ну, то есть, я не знаю, там, как панк, металл или что там еще. Но, если подумать про количественный состав этого Серебряного века, то есть, про то, кто определял на самом деле, кто был идеологами и так далее, то мы вдруг откроем для себя странные вещи. и, в общем-то, не намного большее количество людей было среди активных фанатов, потому что, ну вот, сколько сюда влезет людей, вот сами подумайте, да? А это был эпицентр, ну, один из эпицентров, была там башня Иванова на Таврической, было еще пару салонов. Есть воспоминания про то, что здесь происходило, и было жесткое разграничение между артистами, богемой и так называемыми фармацевтами. Фармацевтами называли тех, кто приходил туда вот на них, как на таких вот прыгающих зверушек посмотреть. У Ахматова есть строки, все мы бражники, все мы блудницы. Просто не было в то время ночных дискотек, рейвов и всего остального, то есть, их заменяли вот такие ночные тусовки артистические. И, поскольку Серебряный век это был главный тренд начало XX века, то, соответственно, он и определял главные направления в общественном сознании и во всем, что связано с культурой. Вот сейчас мы посмотрим, интересно будут они тереть нос. Тут у нас памятник главному мужчине, соответственно, моей бабушке, Остапу Бендеру, и я очередной раз вам хочу продемонстрировать, как люди поступают с выпирающими частями человеческого тела. А вот здесь вот у нас императорский театр Михайловский, построенный по проекту замечательного архитектора Александра Брилова. Я каждый раз, когда рассказываю про него, говорю, что вы все его прекрасно знаете, на самом деле, даже те, кто его не знают. кто же меня тут все время так настрачивают. Я просто хочу показать, с чем я живу на самом деле иногда. Александр Бернов автор «Акварели», где изображена жена Пушкина Наталья Гончарова, которую мы все прекрасно знаем и все прекрасно видели. Вот как называются люди, которые идти в инстаграм, вот такой вот написывают. Я, естественно, этого не слушаю, но тем не менее. Я могу показать несколько своих переписок с разными людьми. Один мне месяцами шлет какие-то документы текстовые, другой ссылки, третий какие-то картинки, четвертый какие-то свои статьи абсолютно упоротые. Но я прекрасно понимаю, что для людей это, может быть, если не единственное, то одна из возможностей с кем-то поделиться. Но у меня, к сожалению, нет времени слушать, допустим, голосовые сообщения в инстаграме, потому что я вот этим занимаюсь. Так вот, Александр Брылов перестроил этот театр. И он на самом деле, я отключу звук, извиняюсь, чтобы нас не отвлекало это, как и в случае на Дворцовой площади, он подстроился. То есть, он вот это здание подстроил под совершенно потрясающий Михайловский дворец Карла Ивановича Россия, потому что вся эта территория, она, конечно же, подчинена Россия. Он ее распланировал, он пробил вот эту вот улицу, которой здесь не было, он пробил улицу Михайловскую, переходящую, которая потом переходит в Думскую. сам этот Михайловский дворец был построен, у нас есть Михайловский дворец и Михайловский замок. Михайловский замок назван так, потому что там у нас церковь Архангела Михаила, а это у нас Михаил Павлович, младший сын Павла Первого. Павел Первый, когда у него родился этот замечательный ребенок, он распорядился откладывать деньги на его вот личную квартирку. И к тому моменту, когда Михаилу Павловичу исполнилось 21 год, было накуплено там, я не помню точно, но больше 10 миллионов рублей. Это по тем временам, ну я не знаю, просто астрономическая сумма. И Михаил Павлович, он был у нас фельдсекмейстер, то есть он руководил нашей артиллерией, его называли насупленный добряк, то есть он был такой человек строгий, но отходчивый. Есть масса всяких баек, и вот дело в том, что некоторые из этих баек совершенно невозможно рассказывать современному человеку, потому что он считался срослому. Поскольку тогда в ходу был французский язык, то Михаил Александрович игрался с ним. Вот, например, попробую вам объяснить, над чем тогда все ржали. Был такой граф Киселев, граф по французски Comte. Подниматься, точнее, поднимать по-французски Eleve. Если у нас вот это ставится ся, то у них наоборот впереди ставится с Eleve, это подниматься. И вот поднимается этот граф, и Михаил Павлович говорит C'lecum Kiseliev. То есть это граф, который поднимается. Kiseliev, Kiseliev. Ну, вот такая вот игра слов. Все восторгались его остроумием, думали, божечки, как это прекрасно. Именно сюда к нему приходил с докладом Федор Михайлович Достоевский, когда он еще был учащимся инженерного училища. Именно здесь он запнулся, и Михаил Павлович сказал, пришлют же таких дураков про будущее светило нашей русской литературы. Это отдельная квартира, чтобы вы понимали, для него. И он женился на Фредерике Шарлотте Вертюрнбергской, которая получила имя Елены Павловны. Есть известная картина Абрилова с ее дочерью, единственной выжившей дочерью. Вот я покажу картину. Обратите внимание, какая у нее смешная прическа, вот эти вот уши. И Елена Павловна, она у нас в принципе женщина масштаба Екатерина Второй. Но вы не найдете ей даже мемориальные доски в городе. Дело в том, что пока был жив Михаил Павлович, она сидела конечно же под ним, они абсолютно были разными людьми, он был такой любитель военщины, абсолютно далекий от мира Элегии и всего прочего, а она была вся в искусстве. Так вот, когда он умер, здесь, в этом здании, у нас сформировался кружок, куда был вход тем, кому был заказан вход в придворные высшие круги. здесь разрабатывалась реформа отмены крепостного права, один из ее проектов с подачи великого князя Константина Николаевича. Здесь она принимала, например, Антона Рубинштейна, я же рассказывал на экскурсии по местам Довлатова, как была сформирована у нас консерватория и как этому противоборствовали, было противоборствие, было, господи, короче, было соревнование между представителем могучей кучкой и вот кружком Елены Павловны. Вот у нас был фильм советский, где она изображена, вот я вам сейчас покажу, как она там была изображена. Это безобразная сатира, посягающая на наше приличие. Она справедливо запрещена цензурой и будет предана добвению. Вот в таком убогом виде Елена Павловна изображена в советском фильме про Мусоргского. Надменная прозападная аристократка, выступающая против народной музыки могучей кучки и против самого народа. Естественно, о том, сколько она сделала для этого народа, здесь нет ни слова. Следует указать подобным авторам, что в приличном обществе им не место. Не место. Под этими неприличными авторами подразумеваются как раз-таки членом могучей кучки, а Михайловский дворец представлен, как вы видите, очагом великокняжеского мракобесия. К нам прибудет из Германии маститый капельмейстер господин Фердинанд Гиллер. Также Елена Павловна стояла у истоков того, что мы сейчас называем русский красный крест. Она покровительствовала хирургу Пирогову, которого тоже там троллили и не верили его способности. В общем, на самом деле женщина абсолютно многогранная, стоявшая у истоков. Есть такой у нас медицинский институт повышения квалификации постдипломный. Это она его организовала, на Кирочном располагается. А потом началась следующая история. Дело в том, что Александр Третий, то есть Елена Павловна умерла. Здесь соответственно была ее дочь, жила Екатерина. К ней собственно лежал именно сюда Александр Второй 1 марта 1881 года. Но об этом мы расскажем в ходе отдельного тура. Я сделал такую экскурсию «Убить царя». Это мой классический тур. Александр Третий увлекся русским искусством и ему соответственно потребовался музей. Под свою коллекцию он ее начал собирать активно. Третьяков кусал локти, потому что Александр Третий издал указ, что пока он не придет на выставку никакую картину не продавать. Вы купили этот дворец и его надо было переделать. Для того, чтобы переделать дворец под музей нужны, как вы понимаете, очень серьезные изменения. Объявили конкурс закрытый. Закрытый конкурс обозначает, что вы издаете проекты и имя победителя выясняется только тогда, когда он выбрал. Они анонимны. Соответственно, выбрали проект, открыли, а там какой-то свиньин, прости господи. Кто такой? Оказывается, выпускник Академии художеств, ничем до сих пор еще не прославившийся, там, у него один только реализованный какой-то небольшой проект. Тем не менее, соответственно, его одобрили, ну и, естественно, мэтры архитектуры решили, что, особенно Леонти Бенуа, что они как бы возьмут под покровительство этого человека молодого, он возьмет их соавторы, ну и как-то вот они договорятся. А свинец сказал, шиш вам. Чем, как вы понимаете, нажил себе массу благожелателей. И когда он начал переделывать интерьеры, его стали обвинять в том, что он уничтожает гениальное наследие великого зодчего Карла Ванача Росси. Тут как бы правда о двух концах. Ну, с одной стороны, конечно же, действительно, он уничтожал кое-что, ну потому что для того, чтобы переделать это здание под картинную галерею, нужно ее переделать. Но основные претензии, конечно же, были вот по поводу того, что вот он такой вот, вот такая вот из низов. Забегая вперед, могу сказать, что ему уже предлагали там потом и дворянское звание, он от него отказывался. Он вот как был крестьянином, так и остался. А потом возник проект постройки, соответственно, этнографического музея. Он должен был располагаться здесь и вот в том крыле. Здесь были подсобные строения, принадлежавшие Михайловскому дворцу. И тоже этот проект выиграл Свиньин. Был задуман мемориальный зал, посвященный Александру Третьему, который должен был отделываться по замыслу свиньина розовым карельским мрамором. На поставку мрамора тендер хотел выиграть Фаберже на поставку мрамора в этот зал. Свиньин сказал, что мы можем поставлять наш отечественным мрамором. Фаберже настучал в комиссии, что этот мрамор абсолютно не канает. Свиньин приехал на разбирательство, но сначала заехал в горный институт, провел там эксперимент и доказал, что мрамор прекрасен, замечательно подходит для оформления и, в общем, нажил себе врага еще в лице Фаберже. этот мрамор как-то пилить, обрабатывать. Он поехал в Германию для того, чтобы, как казалось немцам, закупить станки. Но он со своим помощником что делал? Он был экономный человек. Он ходил, смотрел внимательно, кивал, говорит, да, круто, все, прекрасно. А сам по ночам чертил эти, соответственно, станки, приехал сюда, их спроектировал и построил. Ну, не сам, да, с помощью помощников. И в итоге, соответственно, это здание строилось, строилось. В 1905 году, когда была буча, его рабочие собирались вообще бойкотировать стройку, он их уговорил, говорил, что это мы строим не для себя, не для царя, мы строим для народа. У него была стычка с Суриковым, который очень серьезно подкатывал к его жене. Они подрались. Когда они дрались, задели случайно свечу. Она упала, начался пожар, сгорели, соответственно, чертежи. В общем, короче, жесть. И вот этот несчастный Сфиньин, человек из народа, претерпевший от всех и всего, он, когда выяснил, что на самом деле, если мы сейчас повернемся туда, вот там не будет построен еще один корпус Бенуа. Вот это был для него самый настоящий удар. Потом пришел, соответственно, 17-й год. Открытие этого генографического музея случилось, по-моему, только в 1924 году. Сфиньин даже не был на его открытии. И он работал в Академии художеств, как бы мы сейчас сказали, завхозом. И вот тоже судьба человека, который за счет своего таланта, за счет своего гения, абсолютно честным путем выиграл то, что ему полагалось, но ему постоянно приходилось сталкиваться с нежеланием признать за ним этот талант и его гений. Если мы посмотрим вот на это здание, впереди стоящее, мы увидим там вот такое полукружие. Видите? Это театр музыкальной комедии. Вот на этом месте, где сейчас стоит будка с надписью «Выезд», здесь был убит как раз шеф жандармов Мезенцев, который ходил молиться вот в ту часовню. Но об этом я тоже расскажу отдельно в ходе другого маршрута, чтобы сейчас время на это не терять, потому что там у меня будет прям такой концептуальный маршрут, он будет только про террористическую деятельность, про народную волю, про, значит, боеволю тучи отряд, как они пытались убить министра юстиции, ну и, собственно, про убийство Александра Второго. А вот это здание, оно связано отчасти с моей серии Романова без соплей, потому что этот дом был подарен великим князем Николаем Николаевичем Младшим, Николашей, если вы видели мой выпуск, где я такой красноармеец-герой, супергерой, хожу по Петроградской стороне и показываю его дворец. Вот это тот самый человек, он подарил это здание своей любовнице-актрисе. А затем сюда заехал Театр музыкальной комедии, где, помимо всего прочего, ставились опереты. Опереты, чтобы вы понимали, это такой жанр немножечко ниже оперы по своей серьезности, назовем вот так. Опереточная певичка это было такое уничижительное название какой-нибудь артистки. Если ее хотели унизить, ее называли вот так вот опереточная певичка. Это единственный театр, который функционировал в годы блокады. И здесь мы приходим к очень интересному моменту, который связан вот с чем. Я часто с этим сталкиваюсь. С точки зрения некоторых граждан, ну вот нафига в городе, который голодает, ставить вот эти оперетки, особенно итальянские, потому что здесь ставились и наши, вот самый известный спектакль «Раскинулось море широкое». Но зачем это делать? Надо же по идее дать этим людям винтовки в руки и пусть идут на фронт воевать. Это вот к вопросу про бегемота, которого спасали в зоопарке, я об этом рассказывал в своем выпуске. И очередной раз хочу сказать, что есть такое понятие, как дух. Не только боевой дух, а вообще дух города. если если мы не будем поддерживать в городе жизнь, нормальную жизнь, если мы не будем показывать людям, что она продолжается и даже в таком виде, если мы не будем давать людям надежду на победу даже в таком виде, то город просто не выживает. Ленинградцы это прекрасно понимали. Театр на самом деле отсюда съехал туда, где находится сейчас Александринка, в Александринский театр, потому что его просто туда попала бомба и здесь просто было невозможно находиться. Были сформированы летучие артистические бригады, которые ездили по фронтам Ленинградского фронта, по частям Ленинградского фронта, ставили спектакли и, конечно же, для бойцов это было вдохновение. И продолжая эту тему, мы переходим к еще одному знаковому адресу, связанному с блокадой. Вот это здание, оно тут чего только не происходило. Это вообще большой зал филармонии. Здесь, например, проходили показательные процессы над священнослужителями. Вот я вам сейчас покажу знаменитую фотографию, которая была сделана как раз-таки вот в этом здании. как вы понимаете, исход этих процессов был для их участников предрешен. Ну, а если мы сейчас завернем за угол, то я вам, как обычно, покажу мемориальную доску, на которую мало кто обращает внимания. Но прежде, чем это произойдет, буквально еще два слова про один памятник, об авторе которого мы поговорим отдельно, поскольку я, в принципе, договорился в музее, музей-мастерской, его, и он связан с еще одним человеком, о котором мы сегодня будем снимать буквально следом сюжет, но уже на Петроградской стороне. Это скульптор Аникушин. Дело в том, что у нас есть скульптор Апикушин и скульптор Аникушин. Если Апикушин творил в 19 веке, во второй половине, то Аникушин творил в веке 20. И когда я привожу сюда экскурсантов и задаю вопрос, когда был поставлен этот памятник, многие отвечают, что это 19 век. Он действительно выглядит так, как будто он более старый. Если мы подумаем, в чем угадка, если можно так выразиться, в чем угадал Аникушин, вспомните, пожалуйста, где вы это видели, где вы видели этот жест. Вы его видели на картине Репина, царско-сельский лицей, Пушкин читает свои стихи, там этот умилительный соответственно поэт Державин такой устало сидит. И Аникушин очень долго искал этот образ. Когда нашел, это было 100% попадание. Но было время, когда на этой площади не было ничего. Вот я сейчас покажу вам фотографию. Это как раз 19-й век. Тут, как вы понимаете, никаких Пушкиных быть не могло в помине. Затем Аникушина прославился тем, что он поставил вот эту статую Ленина на Московской площади. Московская площадь, напоминаю вам, планировалась как столица города. Замыслом этим помешала Вторая мировая война. Ну и в принципе, конечно же, у Сталина у него были основные планы направленные больше на Москву, чем на Ленинград, потому что Москва была столицей. Вот мы приходим сюда и здесь висит такая вот доска. Вот видите, здесь в Большом зале Ленинградской филармонии 9 августа 1942 года Оркестр Ленинградского Радиокомитета под управлением дирижера Эли Асберг, как он правильно произносит свою фамилию, Карл Эли Асберг исполнил 7-ю Ленинградскую симфонию Шостаковича. Значит, все, конец истории, связанная с этим. На самом деле у этой истории такой бэкграунд, что мама не горюй. Ну, во-первых, Шостакович, он из поляков, да, его дед Болеслав Шостакович участвовал в побеге такого как раз конфедерата польского Домбровского из пересыльной тюрьмы, которая располагалась на территории Колымажного двора, а сейчас там располагается ГМИ имени Пушкина в Москве. У меня в этом есть там отдельная лекция, но я, соответственно, это отражу в своем путеводителе терроризм глазами гида. Шостакович прославился уже в 20-х годах, он был действительно очень талантливый человек и очень трудолюбивый. У него была сложная судьба, он пережил вот эти вот голодные годы, там сидел на голодном пайке, пока глазунов ему не поспособствовал, чтобы мы этот паек увеличили и в тот момент, когда многие в консерваторию не ходили, он усердно ее посещал. И, в общем-то, к началу 30-х годов он уже был состоявшейся звездой, который был призван в Европе и в США, то есть его концерты исполнялись и там, и там. И в 34-м году идет с успехом его опера «Леди Магбет» Макбет Мценского уезда, она была поставлена еще в 33-м году, и тут выходит, соответственно, статья под названием «Сумбур» вместо музыки под завтра. Ну, она была анонимная, но потом выяснилось, что это такой Давид Заславский писал, который и на Пастернака катил, и на Мандельштама, в общем, короче, всем там доставался от него, где рассказывается о том, что, ну, слишком непонятная музыка, и Шостакович малость в шоке, и он, более того, он забирает готовящуюся симфонию из постановки, чтобы, не дай бог, как бы на него не накатили бочку дальше. Шостаковичу повезло на самом деле, потому что какая вот самая популярная советская песня? Если не самая, то одна из. Помнишь, такую? «Нас утро встречает прохладой», да, вот прокудрявая, что что не рада. На самом деле, автор музыки Шостакович, а автор текста Борис Корнилов. Борис Корнилов, он был мужем Ольги Бергольц, и после 1937 года, когда эта песня исполнялась, где-то писали, что музыка Шостаковича слова народные. Почему? Потому что Корнилов был репрессирован, ну, потому что нефиг песню писать всякие разные советские, и вот несчастный Ольга Бергольц, у них был ребенок, он умер, мужа расстреляли, и все это происходит на глазах Шостаковича, причем в 1936 году за Шостаковича заступился его приятель Тухачевский, что потом стало с Тухачевским, вы знаете, они дружили, и в этой связи есть некая версия, такая госпитологическая, что седьмая симфония, она на самом деле не про наступление фашистов, а про вот эту сталинскую эпоху, типа. на самом деле я в это смутно верю, точно так же я не верю в то, что Тараканища Чуковский писал про Сталина, я думаю, что сам Чуковский крайне удивлялся таким версиям, но Шостакович эвакуировали отсюда в Куйбышев из Ленинграда, симфонию он начал писать еще до войны, в Куйбышеве он ее дописал, премьера состоялась там, затем была она в Московском колоннодном зале, затем она была в США, и только вот в августе она прозвучала здесь, ее транслировали через репродукторы на весь город, они висели на каждом углу, это было крайне важно для ленинградцев, потому что это был единственный источник информации, и я со школьной скамьи помню рассказ о том, что когда эти звуки долетали до немецкой стороны, вот тогда один там из немецких солдат оставил вспоминание, что вот в этот момент он стал ясно, что город не победит, город не сдастся, и это была чистой воды правда. Действительно, когда в городе изнеможденные от голода музыканты исполняют вот это вот произведение, которое пронизывает любого человека, даже если вы не пса не понимаете в классической музыке, если она вам абсолютно не близка, вы все равно понимаете, что за этим стоит какая-то мощная идея, за этим стоит какая-то непоколебимая сила, которую ничто не может сломить. после войны Шостакович опять прилетел в 48-м году, на этот раз уже на него гнал Шданов. Ну, Шданов, он был такой у нас мастер вообще, конечно, искусствоведения, ему прилетало, от него прилетало и Ахматовый, и, соответственно, Изощенко, но проблема в том, что Шостакович не был никаким антисоветчиком вообще ни разу, он был абсолютно выцерковленный в советскую систему человек, единственное, что он был, не партийный, ему это все нафиг не надо было. По воспоминаниям, он плакал два раза, когда началась война и когда ему пришлось вступить в партию, но, тем не менее, он писал оперы про черемушки, такая абсолютно, знаете, такая советская позитивная музыка про вот этот район. Поэтому, вот, меня каждый раз умиляет, когда вот на этих людей, которые там своим талантом, своим гением и всем остальным готовы поддерживать родную страну, их, наоборот, начинают прессовать. Ну, вот Шостаковичу повезло, я могу сказать, что вот у меня было два раза в моей экскурсионной практике, когда приезжали люди, один раз это было из Европы, а в другой раз, прости господи, из Новой Зеландии. И они просили свозить их, повозить их по местам Шостаковича, я возил их на Подольскую 2, где он родился, где висит мемориальная доска, и вот сюда. Это вот два таких ключевых адреса по местам Жданова как-то, знаете, не заказывают. Экскурсии никто, хотя, возможно, и такие найдутся. Напоследок хочу вам дать лайфхак, который почему-то не все знают. Если вы идете по Невскому проспекту, и вам хочется пи-пи или еще каких-то более серьезных историй, не стесняйтесь, заходите в отель. Даже самый привилегированный, самый понтовый, например, вот сюда. Здесь прекрасный туалет. Заходите налево, и там он присутствует. И будет вам счастье в этой жизни. Вот, друзья мои, на самом деле я планирую сделать несколько съемок, поднимая тем же местам, но рассказывать совершенно разные вещи. Вот сегодня мы с вами прогулялись этим маршрутом. Я планирую его не то чтобы повторить, но мы еще пройдем по улице, соответственно, Итальянская, и на площади искусств мы окажемся, но я буду рассказать совершенно другие вещи. И то же самое я планирую сделать, например, с Дворцовой площадью, потому что на Дворцовой площади можно провести, я не знаю, там пять совершенно разных экскурсий. И то же самое я планирую сделать еще в разных частях города. Мне иногда пишут, типа, а чего ты не рассказал то, а чего ты не рассказал это. Ну, всего не расскажешь, и очень много интересных мест в Ленинграде, Петрограде, Петербурге, о которых хочется заикнуться, но не всегда это получается. Значит, в конце я хочу сказать, что у меня выйдет мой роман Корень, который был писан 10 лет. Я вам сейчас покажу, как обложка выглядит. Соответственно, когда это произойдет, я вам скажу, ждем допечатку путеводителя по Невскому проспекту. Ссылка на приложение, которое было у нас в начале, и на замечательный отель, благодаря которому мы с вами прогулялись, будет помещена вот там внизу. Точно так же хочу сказать, что идут до сих пор экскурсии в Петербурге, будет целая пачка экскурсий в Москве, там 5 штук, самых разных. Все анонсы есть у меня на сайте и в группе ВКонтакте. Смотрите вот туда, задавайте вопросы, пишите ваши пожелания, проклятия и все остальное. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!